Путешествие корабельного врача Джона Тронсона на Камчатку в 1855 году. Каким оно было? Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. И давным-давно не хвастался я новыми книгами. Пришла пора похвастаться. Передо мною огромный том «Плавание барракуды» в Японию, на Камчатку, к берегам Сибири, Татарии и Китая. Автор Джон Тронсон. Владивосток. Издательство «Рубеж». Эта книга открывает новую серию «Морская историческая библиотека». Пришла пора узнать, что же это за книга. Итак, передо мною лежит Огромный, великолепно изданный, кстати, на самом деле великолепно изданный в традициях книгоиздания 19 века Огромный том воспоминаний британского корабельного врача Джона Тронсона «Плавание барракуды». Как я уже говорил во вступлении, этим самым томом издательство «Рубеж» начинает серию «Морская историческая библиотека». Красиво, эстетично. Книга Тронсона попала мне от переводчика этого самого труда Андрея Сидорова. И сегодня вам придется слушать то, что я буду читать из этой книги. Потому как, насколько я понимаю, Я первый на полуострове обладатель этого издания. Я знаю еще о двух людях, которые этим изданием обзавелись. Один – это врач, писатель и краевед Павел Львович Калмыков, который распечатал посылку тоже от переводчика несколькими часами позже меня. И второй человек, у которого эта книга появится – это писатель, краевед и певец самодеятельной песни «Ртом головы» Юрий Завражный из Вилючинска с той стороны бухты. Ему книга достанется нескоро, потому что его экземпляр тоже переводчик прислал мне. Итак, кто такой Джон Тронсон? Давайте обратимся к вступлению. Вот что пишется в предисловии переводчика. В 1859 году в лондонском издательстве «Смит, Эльдер и компания» увидела свет одна из сотен книг, повествующих о путешествиях англичан в далекие неизведанные края. Плавание в Японию, на Камчатку, к берегам Сибири, Татарии и Китая, на борту корабля ее королевского величества «Барракуда» – так называлась эта книга – принадлежала Перу совершенно неизвестного читающей публике автора. 30-летнего литератора звали Джон Мортлок Тронсон, и был он корабельным врачом на службе в военно-морском ведомстве Великобритании. Но это не точно. Я сразу скажу заинтересованным зрителям, что в описании под моим каналом, в информации о канале, имеется мой адрес электрической почты. И тот, кто захочет выписать себе книгу Джона Тронсона «Плавание барракуды», может написать мне в этот самый электрический почтовый ящик, и я дам необходимые координаты переводчика, благодаря которому эта книга и попала. Но мы ведь говорим о Камчатке, не так ли? Две главы полностью, и начало одной, еще одной, третьей главы, то есть это десятая, одиннадцатая и начало двенадцатой главы, посвящены пребыванию Тронсона на Камчатке. Маленькие кусочки. Вы сейчас услышите. Глава десятая. Издалека город представлял собой картину запустения, поскольку не было видно ни одного живого существа, за исключением нескольких изгоголодавших и жалобно скулящих собак. На гладкой поверхности моря, кроме мест, где длинные покатые волны разбивались, а пологой берег не было заметно ни единая рябь, и стояла тихая, прохладная, безветренная погода. Часть города Петропавловска лежит в долине, выходящей на гавань, и частично на склоне сопки, что расположена к востоку от гавани. Сопки и горы укрывают город почти от всех ветров, кроме тех, что дуют с юга и юга запада. В Петропавловске насчитывается около двухсот домов, включая церковь, солдатские казармы, лечебницу и сады, и склады судостроительной верфи. Крыши казенных зданий крыты железом и выкрашены в красный цвет, а сами дома выстроены из бревен, уложенных одно на другое. При этом снаружи они не отесаны, но гладкие внутри. Поскольку щели между бревнами законопачены мхом, то в домах тепло и сухо. Кроме этого, по всей длине некоторых домов пристроены веранды, несколько приподнятые над землей. Та часть Петропавловска, где проживают камчедалы, полна нечистоты, застроена как попало. А проходы или узкие улочки между домами утопают в грязи. Вообще туземцы обитают в двух видах жилищ. Первый – это юрты, то есть зимнее жилище, которое выглядит как яйцеобразное строение, врытое в землю на глубину более полутора метров. Плетеная крыша юрт поддерживается столпами, а сверху покрыта землей и соломой, так как издалека такое жилище напоминает земляную насыпь. Второй – это балаганы или летнее жилище, которое возводится на сваях на высоте более двух метров от уровня земли. Затем на эти сваи крепятся балки, на которых ставится чум, крытой соломой и ветками кустарников. Вход в балаган устроен с обеих сторон. Вон туда можно подняться под бревну с вырубленными по нему ступеньками. Джон Тронсон Плавание барракуды Прочитаем еще один кусочек напоследок. По вечерам на некоторых кораблях отрежали матросов на лов рыбы закидным неводом. Поскольку в бухту в огромных количествах заходит сельдь, а в пресноводных реках водится красная рыба, то рыбалка была весьма удачной. Особенно у экипажей дидоны и барракуды. Хек, галавль, камбала, лосось и селедка ловились в изобилии. Что касается селедки, то она скапливалась во внутренней гавани. Это была очень крупная рыба, в среднем достигавшая 35 сантиметров. В длину при спинке толщиной в 5 сантиметров и в высоте тела до 10 сантиметров. Красная рыба весила от 11 килограммов до 22, а однажды моряки с дидоны вытащили рыбину весом аж в 34 килограмма. Это точно. Несмотря на то, что в это время года обычно происходит заготовка рыбы на зиму, что в значительной мере определяет жизнеспособность туземцев, жизнеобеспечение туземцев, извините, мы так и не повстречали никого из местных жителей. Зная они, что мы не имеем ничего общего с посланниками и с преисподней, то совершенно спокойно могли вывернуться в бухту и заняться рыбным промыслом. Стоит отметить, что адмирал, получив известие о нахождении людей в одной из небольших деревень на берегу Овачинской бухты, запретил шлюпкам эскадры приближаться к селению, дабы не потревожить его обитателей видом иностранцев. Еще раз напомню, Джон Тронсон побывал в Петропавловске, в Петропавловском порту, если точно, в мае 1855 года, на следующий год после того, как здесь была одержана единственная во время всей Крымской войны победа над англо-французскими войсками. Джон Тронсон, плавание барракуды в Японию, на Камчатку, к берегам Сибири, Татарии и Китая. Владивосток, издательство Рубеж, новая серия, морская историческая библиотека. Повторю еще раз. В описании моего канала находится адрес моей электрической почты, и желающие выписать эту книгу могут обратиться ко мне. Я сообщу, как связаться с переводчиком этой книги, Андреем Сидоровым, благодаря которому целых три таких книги уже достигли Камчатки. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать от меня о новых книгах, потому что сами вы, как известно, читать не умеете. А если вы, Абрамы, родство непомнящее и история вам неинтересна, ставьте дизлайки. Пишите комментарии. Для тех, кто здесь впервые, открою страшный секрет. Вот по этой подсказке в правом нижнем углу экрана вы можете сделать так, чтобы не пропускать новые ролики на канале. Сделали? Молодцы! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok